Да, насколько я метеозависимый чувак, а? На улице солнышка нету, как-то прохладно, всё, у меня уже настроение на нуле. Уже думаешь о том, что-то поесть бы, чтобы не ехать, ещё что-то. Скидывать я практически не успеваю, ну, практически успеваю в самый притык. Сейчас там доскидывается, телефон перезаряжаю, что-то там скидываю ещё и вперёд. Да уж, отдых в кемпинге превращается в какую-то вахту, в душевой. Всё, всё, я скинул, всё нормально, сейчас телефоны подзаряжаются. Вперёд. Может, зайду в дикатлонку, всё-таки сумку на поезд, чтобы Лиссабон пофоткать, чтобы телефоном не жонглировать. Постоянно какие-то мысли о еде, я не могу понять, я что-то не наедаюсь или что. Непонятно мне это. Я сейчас думаю, что вроде бы, ну, чувство холода, но и холода нет. Ну, нормально. Инжира сейчас пойдём, естественно. Вот, буду ехать через него. И что? Хочется курицы с картошкой. Или сделать салат, который будет делать с греческим йогуртом, с тунцом, с... ...хорошком, с кукурузой, с хлебом, с чёрным поездкой. Я не знаю, как вы, я этому кемпингу поставлю 5 звёзд. За 8 евро здесь всё просто идеально. Да вообще. Всё, сейчас поесть. Ай, поесть опять этот... На самом деле, не могу понять, почему я сомневаюсь. Ведь решение-то принято уже. Или как, или что. Правду говорят, Шули. Меньше думаешь, крепче спишь. И меньше знаешь, крепче спишь. Вообще. Всё, я попрощался. Говорю, 5 звёзд. Все дела. Мне пожелали хорошего путешествия. Да, Алексей Юрьевич. Вот тут, когда ночью вчера идёшь, такой стрём. Кажется, блин. Я пока до этих камышей дошёл тут. Обсмотрел фонариком всё. Днём. Да, пробку здесь. Я вот взял кусочек. Не знаю, надо как-то его приторочить к велику. Ну, такое, знаете, как вот прям вот кусок пробковой коры. Хотя её тут, конечно, полным-полно везде. Я вам говорю, можно делать, как вот в воках этих. Ну, шведский стол. Допустим, 3 евро и ешь. Не съешь ты его больше, чем, ну, чем определённое количество. Ну, никак. Ну, вот я пытаюсь. Ну, вот он вообще божественное. Никак. Есть и пизненький, есть и сладенький. И приторный, и какой хочешь. Есть такой, с которого прямо вот из попки смола вот эта вот вытекает, сок. Ну, вот один фиг, не съешь ты его больше. Если бы мне дали его с закрытыми глазами, я бы сказал, что с сахаром уже. Ну, честно. Вот так вот, не глядя, если бы сказал бы, ну, с сахаром добавили. И вот у меня вопрос. Что сейчас? Ехать жрать мясо с картофаном? Ну, вот как? В инжире-то понятно, что на нём, ну, поедешь, ну, он такое, как сопровождение. Поедешь, поедешь ещё как. Да. Вон тут его растёт сколько. Оно жёлто, аж трескается, уже висит. Я дам вон две попытки угадать, где мы, ну, вы угадаете с первого раза. Вот наш конь. Короче, Алексей Юрьевич, как обычно, взял две порции булочки. Вот это вот, это вкуснее, чем Coca-Cola, честно. Я не могу понять, я то не наелся, я, ну, две порции же съел, да. Мне ещё соседи тут сидели, предложили два кусочка пиццы. Я говорю, нет, спасибо, точно нет. Я сижу сейчас и не могу понять, я наелся или нет. Понимаете, ну, то есть, ну, явно я, ну, две курочки, кусочка нормальной картошки там, ну, тоже так, ну, не с горой, ну, блин, ну, там, что-то поклевал, да. Булочки вот эти вот наши, кстати, вот из Валенсии, родные булки в Португалии. И это, не могу, не могу понять. Вообще, может, я подустал? Да, 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 нет. Короче, надо до Лиссабона доехать, там потом Кабо-де-Рота, потом там один островок, обязательно посмотрите, на Заре и тысячу километров домой. Или, может, поехать в кем-то поспать. Да нет, в Лиссабон надо. Поели плотненько, надо крутить. Что-то в районе 40 километров нам до парома опять. Ну, тут все в паромах будет. Ну, вы поняли, как тут ездят. Я бы сказал так. Не то, что неаккуратно, так нахально, что ли. Хотя, вроде бы, никто никому не сигналит. Агрессии какой-то нету. Просто, видимо, я говорю, вот особенности менталитета. Вот такой стиль вождения. Просто нужно к нему привыкнуть, не ссать, когда машина проезжает там в полуметре. У нас сейчас здесь небольшой набор высоты, 152 метра. А потом все время вниз. Ну, так, холмами. То есть, волнами вниз, вниз, вниз. Ну, понятно, мы же едем-то на паром. Да, как приятно вкус родных булочек ощутить, а? И курочки родной. Картошка, правда, сегодня была вчерашняя. Вот вчера она была идеальная. Мягкая. А сегодня такая уже. Ну, ничего. Бог с ним. Хотя, честно, когда покупаешь в Меркадоне еду вот такого плана, я всегда рассчитываю, что картошка утренняя. Вот как Лидл. Они ж пишут, что мы сечем и готовим по нескольку раз на день. Несколько раз это больше двух, но меньше четырех. Но, конечно, в Португалии такой вкусной булки с орехами и с... Господи, как ее? Ай, мама родная. Вот это вот. Да чтоб тебя. Кисленькое вот это. Такого, конечно, здесь нет. Ну и что уже греха таит-то? И хлеба с орехами такого нету, как во Франции. тут уж да. С сушеной клюквой. Вот что за... люди, а? Ну просил же. Напомните мне, чтобы цепь помазать. Нет. Просто нам-то на ней еще тут... Ну, тысячи полторы я бы хотел на ней прокатать еще. А я такой что-то еду, еду, что-то смотрю. На вот это вот посмотрел красоту навсюду, да? Ну вот, на вот бульварчик, да? Скамеечки, смотрите, какие, а? А потом смотрю, а тут-то вот, ребятки, даже тот берег видно, косу видно. Мне. Вам-то ничего не видно. Это у человека что, дом, и перед домом вот такой пруд, что ли? Что, какой-то наркобарон? Вон у него один дом на входе, пруд идет, здесь какие-то постройки еще. Португальский наркобарон. Так и шо ж ты растишься у себя миндаль, а? Чья-то пробка вообще нищебродская. Где это? Фига. Пальмы-то, как этот, Флорида, этот, Майами-бич. О! Ух, красота! Да, дрона, конечно, мне не хватает. Я сейчас бы отсюда прям метров на 500 бы дал, и километра три вот туда бы. Слушайте, да не, Португалия нормальная. Я че-то, ребятки, нормальная вообще. Не какой-то там супер-пупер, но она, пойти, она прикольная. Действительно, Испания, вот вы, машина времени, возвращаетесь назад в еще более простую Испанию. Покажу, как я открыл фонтанчик сейчас. Вот так вот. И мне вот это вот все прямо в лоб прилетело. Я же вам говорю, все по-простому. Приятная вода, очень просто. Понимаете, никаких вот этих вот кранов. Открыл, оно там давление сколько есть. Вон у меня очки. О! Мокрое все. Да сразу и умыться, чтобы... Я думаю, что качество дорог вы уже оценили все. Ну, и дело видно. То есть, для машины отличное. Ну, никаких проблем. Ям здесь нету, каких-то трещин огромных здесь нету, а для широких шин так вообще оно не ощущается. А вот для мотороллера, велосипеда, для какой-то такой машинки на узеньких колесиках. Вот тут, конечно, да. А тут горело ужас, как горело. Вот это прогорело, причем видно, что стволы уже горели. Вон, пожухлое все. Строение прогорело, склон этот весь прогорел. Вот тут прогорело все. Виноградник вот видно, тоже прогорел весь. Там вот горело, там возле домов горело. Ужас, кошмар. Ну, я не верю, я вам говорю, это вот, вот, окурок, бычок, кто-то кинул, все, сто процентов. Не бывает просто так, молнии здесь не бьют. Я, по крайней мере, не видел. Вот такие вот, вот я про вот такие вот участки, вот я специально включил, вот такие вот. То есть, он для машины, он ничего. А вот для меня это уже такое, мне надо уже напрягаться. Повсюду, повсюду вот эта плиточка ихняя, повсюду. Не, она, конечно, смотрится, да. Тут ничего не скажешь. Убери вот эту плитку, ну вот, брусчатку, такое сразу унылое будет, ну вот честно. Слушайте, я понимаю, любовь там, к плитке, когда дома вкладывают, но когда вместо травы, вместо газона, просто плитка, это смотрится вообще, мне кажется, это чисто какой-то португальский прикол. Вот вам совсем старая Португалия. Вот, 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 все. Вот вообще. Вот в этом мини-прессо тоже есть курица. И по виду она была не хуже, чем в Меркадоне. О! О! И за домом вот еще объезд с одной стороны, со второй стороны, то есть там еще и задний двор есть. А? Как вас? Винограда я португальского одну только куснул, кислу и все. но инжир зато скомпенсировал все. Ну, понятно, что оттуда во въезд, а это их не задний дворик. То есть тут у них лесенка типа, лесенка, какие-то балконы, какие-то кухни. Мне гугл там показывает сокращеночку. Я лучше 3-4 километра проеду лишних. Народ сдается мне, что это он. Я думаю, да. Самый натуральный португальский виноград. Чисто такой кисленький. Именно на вино. Вот он, есть. Альмада 24, Лиссабон 27. То есть что, 3 километра нам плыть. Я специально уехал на дорожку вот эту вот, на тротуарчик. Вот такое, я считаю, на мой взгляд, это образцовое исполнение велодорожки велодорожки и тротуара вдоль шоссе. И пошли виноградники. Я так понял, они больше к северу Порту, в Португалии. Здесь откуда-то огромная мега пробка. Неужели вот они все едут в Лисбуа на переправу, вот на эту вот. Хотя, в принципе, тут и поселочков-то дофигища, 25 км еще. Ну, а что? Мы сборки крутить можем. Сколько хочешь. Пешком уже сюда нельзя. Я вам говорю, что как Марокко. Вон, кирпичи сушат. не, понятно, что не сушат, может, строить что-то будут, но смотрится, как будто сушат. Офигеть, на тандеме. Понятно, что дитё там крутит так. вот это люди, с детьми. Офигеть. Стыдно. Стыдно, товарищ. да это люди из стали, просто. Вон, я пока там повороты здесь пропускал, меня эта банда на тандемах уже обогнала. А здесь, я так понял, уплотнение происходит. ходит. Неужели тут такой, наверное, огромный паром должен ходить? Как вот когда в Крыму из Греции. О! Там две или три палубы. Конечно, я думаю, не такой, как на Майорку ходит. Ах, вот это приключение было, мама дорогая. Это ж была моя первая, первый мой, а, нет, первый был в Барселону, это после Барселоны был. Выезд такой, крупный. Такое я вижу впервые. Просто огромный, пустейший променад. Там, наверное, ЖДшка. И идет велодорожка. Сименс, Сименс, Сименс. Огромный завод Сименс здесь. Именно завод, потому что такие, ну, вот, заводские здания производственные. Короче, вот. Во, вот и я помню, что и в Лиссабоне вот эта вот фигура статуя огромная есть. Я еще думал сказать, потом думаю, да нет, чтоб не опросоволосится. Есть, вот она. Или это не Лиссабон еще, а где ж тогда река? Что за... Так, ну, вот это вот мы вот уже прямо вот подъезжаем к парому. Сто процентов. Тут прямо и дома какие-то красивые стали появляться в окрестностях Лиссабона. Они каждый раз, когда меня обгоняют, постоянно мне сигналят зачем-то. В Ферри вообще ни одного, ни одной надписи нету. У меня уже такие мысли, может парома тут и нету, может это все обман, может это все шутка. Это что за кран? Это что, дома перемещать что ли? Города перемещать? Сколько там? 300 тонн или 800? Не видно. Мадре миа. О! Зашел вот туда, полез, залез и он работал работал, я подчеркиваю, сейчас уже все тут. Офигеть, тут у них и фрегатка какой-то стоит, и подлодка старая. Нам вот туда. Так, народ, что у нас здесь? Нам нужно просто купить билет. Один билет, одна поездка, такс пейер номер без евро 80. Кард, потому что билсов у нас нету. Нет, кард не в машине это мани, и вы платите с мани. 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 вы видите сколько он мне по 2 евро напихал если бы я ему полтос бы всунул вот чтобы он мне с полтинника бы что мелочью накидывал бы сколько 40 евро так он мне накинул сколько там получается 18 19 вы для него нации ну ну да и вы на этот вот в миг церкви на фейсбурги либо ну или его парвок в кэй в кэй за них боты все в кэй кларо в кэй поэтом второй сэн пэй шаппи 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 ага а то есть шаппи все уже все на лодку уже А что ж там за лодка-то хоть, а? Я в Испании 2-е годы, 2-е годы, 2-е годы, я в Испании, в Валенции. И родом с Мебиси, в Валенции, по Коста, Испании и Португалии. Много спасибо за столовую. Вот такой. Сейчас этот уже мне... Все, нельзя, я следующий жду. Такой вообще простенький. А, это чисто пассажир. Вот в чем фишечка. Чисто пассажирский. И он говорит, лимит велосипедов на паром. Да, уж здесь, конечно, по-простому все. Я думал, тут какой-то паром такой будет модный. Знаете, ну, Лиссабон, типа, для туристов. Парка старый. Причалили, причалили. И сейчас он, по идее, подплывет вот сюда. Откроются врата. И мы пойдем. Все для велосипедистов сделано. Мадре миа. Офигеть. А парусников-то сколько, а? Бодренько идет. Да. Я не буду уже доставать, но бодренько. Ну, чтобы все понимали, так через океан никто не ходит. Даже Нордхавен и вот эти, они идут там 7 узлов, 8 узлов. То есть, как лодка. Понятно, что, чтобы перейти океан, тут не надо жать на кашетку. Нужна максимальная экономичность. А вот, может, этот огромный. Я вот думаю, может, я когда и посреди Тихого океана, вот так вот на каких-то островах или на то ли на лодке буду, тоже как-то так вот это нормально будет восприниматься. Ну, то есть, как бы, вот подвига никакого нету. Да и вообще, кто-то тут нормально, понимаете, вот, ну... Ну, шо, банда? Алексей Юрьевич-то добрался. Лиссабон это третья с конца точка-то. Лиссабон, потом Кабо-де-Рока и Назаре. Все, что было запланировано на берегу, то есть дома. Сейчас-то, конечно, у меня уже мысли есть и похуже, но я думаю, что нет, потому что погода, а я знаю себя, я в плохую погоду, мне... Грязно очень. Очень грязно. Такое все слегка оплеванное. И в несколько минут этот прекрасный красавец лайнер отправится в путешествие. Или как он там? Вон этот кран 300 тонный. Господи, слушайте, тут так вот оно незаметно, можно и дропнуться. Ну, прикольно. Скамеечки, очень прикольно и очень грязно. Очень грязно. Делают ананасовые смузики. Красота. А пахнет-то как... Ананас свежий, а? Португальцы, они такие, как вот, больше как на бразильцев похожи. Такие смухлые. И вот такие, как под... Ну, как подлатинины, что ли, как под колумби... Колумбианины, как под перуанины. Вот такое вот. Ну, что это такое, а? Что? Самокат теперь все? Я так понял, никого это не парит. Соммерсби, я думаю, понятно, что это Сидорчик. Такое, какое-то хиповое место. Нам бы на самом деле идти в другую сторону, чтобы искать место для ночлега. Но что ж это такое, а? Что ж мы? Вечерний Лиссабон не посмотрим, что ли? Хотя прохладно. Ну, как, не прохладно, а так, ветерок такой. Присутствует. Не жарко уже. Что это за здание? Я не знаю, но оно очень масштабное. Адмиралтейство, будем это считать. Может, это какая-то фишка тут самокаты оставлять на прилив? Я бы, честно говоря, досточки, ей-богу, в историческом центре, может, и обновил бы. Или это такая фишка именно? Вот я еще не совсем еще вкупил. Во! Вот это вот мы вышли. Вот это я понимаю. Это почти как Белькур во Франции. Вот в этом, в Леоне. Королевская площадь. Да. Вон, даже отсюда кран этот 300-тонник виден. Да, какое-то такое классное, хиповое место, мне кажется. Как там, если конь поднял одну ногу, то своей смертью, если на дыбы, то в бою, да? Я не помню. Мне по-моему ли Рома сказал или кто-то еще? Ну да, вот эта площадь. А вон там на горе Форд. А, он как вторым номером, типа. Надо бы набрать Кеверен-Лизбоа и посмотреть. А сейчас, наверное, нам бы все-таки пойти искать место заокомпариться, пока светло. Но если эта арка никак не подсвечивается, я вообще тогда не могу понять, о чем тогда здесь может идти речь. Вы серьезно? Точно, трамвай, трамвайчики лиссабонские. Вот же ж. Че, все ж снимают, я ж забыл, чем инстата полна. Где ты? О! О, ты мой сладкий. С кондуктором. Ну окей, ладно, хорошо. И еще, ох ты мой, хороший. Слушайте, а какой у него одна тележечка всего-навсего. На одной тележке сделан. Не, народ, я вам скажу, Португалия это не дра меня. Не-не-не, ну погода, ну я ж понимаете. Вы же сами прекрасно все понимаете. Вам же все, базару нема. Вот теперь все стало на свои места. Все окей. Площадь красивая, но она ничем не заполнена. И вот по краям эти кафешки, они не такие уютные, и у них никто не... Ну то есть их немного, и оно как-то вот не заполнено, и не совсем оно работает. Привет, боец. Он даже полицейский в машину сел. Да ну конечно, ну а что тут стоять? Погода вообще, Португалия это вот, ну... Зябка, зябка, зябка. Поверьте мне, уж я-то знаю, что такое... Мы ж живем-то возле моря всю жизнь практически. Зябка. Не сыро, слава богу. Камушки прикольненько, прикольненько. Самокатов очень много. Наверное, даже больше, чем надо, поэтому их в приливы скидывают. Тут этих самокатов, я вам отвечаю, наверное, ну вообще, ну вот... Не будет такого, чтобы вы не нашли свободного самоката. Ну невозможно. Ну вот повсюду, вот они повсюду стоят просто, рассыпью. У меня, кстати, была такая мысль, может в какой-то хостел пойти, да? А потом, вот вы знаете, я думаю, а что это я в хостеле, в каком-то душном помещении буду с какими-то людьми спать? Ну, что мне, делать нечего, что ли? Чем на свежем воздушке, да, там, приоделся, так мне зато не холодно, я сплю, как хочу. Я, кстати, на матрасе высыпаюсь. Вообще, если бы только чуть-чуть теплее бы было... Так, вот это вот кафедраль, вон туда надо, на горку идти. Я вот вообще не могу понять, а хочу ли я смотреть Лиссабон? Надо! Ну, с другой стороны, а что значит надо? Лиссабон, Лиссабон, ну вот мы в Лиссабоне, ну вот, ну что? Ну, кафедраль, ну поднимемся мы его, посмотрим. Че-то я подустал опять, че-шо? Чему же надо поспать? До завтра как-то с новыми силами быстренько его пробежаться? Вот понимаете, нету вот этой вот темы, что вот приехал, бах, отдохнул, покупался, перезарядился, утром встал и полон сил. То есть сейчас надо искать место где-то, пойдет как-то он у меня, ну вот как-то вот идет вот так. И слава богу, конечно. Давайте мы кафедраль отсюда посмотрим. Вот видно, да, вот там вот колокол, вот башенки, да. Я думаю, нормально. Как она сидит вот эта вот с открытой головой, я не представляю и не хочу представлять. Я только что он пока переодевался, закутывался. Да вот вы видите, в лох у каждого свой. У всех беда одна и та же, масштабы разные. У кого-то картошка мелкая, у кого-то бриллианты. Ну променадец приятный, вот приятный, но деревья их только посадили. Вот смотрите, их только посадили. У меня вопрос такой, а 10, 15, 20 лет назад, 30 лет назад вы не думали, что тут возможно деревья нужны? Или ее только сделали? Или что? А что ж тогда здесь до было? С этими катаниями жрать еще захочется. 20, 55. Мы можем успеть еще и йогурта купить. Расслабься, Леша. Просто расслабься, мой сладкий. Живи вот это как бог на душу положит. Смотря что ты и делаешь. Вот едешь ты вот сюда, едь, вон там что-то красивое увидел. Поехали, не надо никакой карты. Вот это, что посмотреть в Лиссабоне. Лиссабон. Приятная брусчаточка, очень. Я вот от такой гранитной брусчатки, от мелкой, такая она кубиком. Я от нее вот вообще, она настолько приятная. Вот она отличается от плоской. Ой, какая прелесть, а. Так, девчонки, ну что, вы меня пропустите или дядя Леша вас задавит, а? Что, не пропустите? Не пропустите, понятно. Ладно. Окей, не пропустите, мы объедем. Странно. Вы знаете, я вот на это смотрю. Вот, просто вот, вот. Вот. Я не могу поверить, что мы в центре Лиссабона. Вот такой вот, видите, у него особый шарм у Португалии. Вообще, его надо понять. Вот там вот что-то красивое. И вот тут вот, вот оно подсвечено. Ну, прокатимся туда еще, посмотрим. Лиссабон, Санта Аполлония. Да вокзал это ЖД, 100%. Ну, а что это еще может быть? Кроме как же Деха. Красивый вокзал, все у моря. Вот это мы едем с вами вдоль моря по велодорожке. Мне во Франции понравилось. Просто заходишь на этот вокзал, он открыт. Взял, сел, подзарядил, ушел. Погода. Я очень метеозависим. Очень. Вот погоды нету, я уже все. Я уже сейчас поесть, в Лидл вот, поесть, что-то взять, все. Искать место в палатку и спать. Очень удобно организована велодорожка. ЖД, ЖД, порт, порт, порт. Краны уже пошли. Что ж, живут здесь? Живут. Так, а Лидл где, ребятки? Вы что меня обманываете, а? Зачем? Я же не люблю такого. Вот это да. Ну, давайте прокатимся. Мне интересно, куда дальше? Что? Что тут такое вообще? Здорово. 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 Нормальное место, если что, будем знать, под мостом вот тут вот вон куча места, взяли где-нибудь, закомпарились и все. Он говорит, если живете нормально, то не трогает. Если живете ненормально, то трогает полиция. Куда мы приперлись? Где Лидл? Кто? Где ж ты, Лидл, от меня прячешься, а? Бандидос на Омбре Рохо как пошел, а? Так, а к чему мне тебя пристегнуть-то? Вон я дедам взял пиво какое-то, я не знаю, Амстала здесь нету, ничего здесь нету. Я взял самое, которое было по цене большое, 3,89, что-то такое. К старшим какое-то уважение проявлять нужно, а им приятно будет. Пивасико перед сном-то, чё? Кому неприятно пивасико перед сном, вот скажите. Всё, это же уже, ну, на самом деле мы от центра отошли там вообще нисколько. Вообще мы не отошли ни на секунду. То есть там на велик я сел и там 2 минуты, 3 минуты и я снова в центре. А бочки что, вот так вот могут отдельно в контейнерах, как они обрешоченные и что, их перевозят просто? То есть что это такое? Ну, что в этих бочках внутри? Ни кока-кола же, ни сироп. Лидл такое, сетка нормальная. А вот с кондёрами оно работает как? Там, ну, к нему подключается что-то? Термокинг? Или у него своя солярка? Вот в таком месте прекраснейшем. Сейчас я только посмотрю, где мне тут поудобнее будет. Блин, они что-то прикалываются с меня, что-то рассказывают. Мне один тут чувак говорит, я, я, португалец, но говорю по-испански. Так я хочу жрать. Я скажу. Слава Украине, да. Дройме слова, дройме слова, глип, пан, молоко. Молоко, дай. Дай, дай. Я. Дай. Дройме, дай. Дройме, дай. Очень красивая. Очень красивая. Дройме. Не знаю. Дройме. Дройме? Дройме. Дройме не знаю. Ты говори мне. Дройме. Собака? Собака, да. Да, собака. Сало. Сало. Вода. Ага. Вода... Він... Він! Він. Він, це… Він еск... Укрррра... окррг Aaa укррррняно. Він! Это русов, он! 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 Він! Він! Он! Я, я, ев, я, ту, ты, он. Ен русо, он, украиняно, він. Я русо, он, украиняно, він. Я говорю русо и украиняно нативо. Я сми нативо. Мы, я русо, я хотела aprender украинец. Мы русо, украинец. Мы, мы, мы сирка, мы сирка, мы сирка, мы сирка, мы сирка, мы сирка. Это раздают еду. Бананчики, водичку, водичку. То есть вот возят, подкармливают. Бананы вы хотите? Бананы тоже неплохо. Да. Как эти обезьяны, да. Ну так а у вас что, написано, что вы русские? А что ты до сих пор не можешь забраться? Да откуда же я знаю? Да откуда же я знаю? Да не матюкайся, у меня каналы дети может посмотрят. Откуда я знаю? Я смотрю, мужики сидят. Откуда я знаю? Русские, украинцы они. А вы чего со мной стали по-испански? Не узнали? Не узнали? Ну велосипедные штаны, а в чём мне ехать? В джинсах? А в джинсах мне ехать? Из Валентии. И куда? А где там есть бананы? Вот сюда посмотреть. Оля, качки бананы и... Не, спасибо. И эти... Ага, это каждый день? Тот откуда бекет. Я работаю в фабрике тинтаж, Хоббилак, ты уже слышишь? Фабрик? Тинтаж, 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 тинтаж. Алекс. Меня зовут Хуй. Хуй? Нет, нет, нет. Э... 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 Пердона! Не, не Хуй. 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 Р... у... и. Хуй. Матрэ мия! Я видел? Возьми, я сейчас говорю. Тинтаж, 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 тинтаж. Так он не говорит, я ему говорю, Руй, а он говорит, нет. У. У. Р. Р. У. И. Р. Руй, это ты. Яму. Руй. Я. Хуй. Порке ты говоришь хуй, когда ты будешь Руй? Ну, что? Руй. 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 Счастливо вам. Как вам? Его звать, он запоминай себе раз, и он все. Руй. Синь. Что говорить на русском или на украинском, говорит с тобой? И он звать сеньор Руй. Сеньор Руй. Сеньор Руй. Дон Руй. Дон. Дон сеньор. Сеньор Руй. А вас как звать? Меня дядя Валь. Меня Леша. Юра. Юра. У меня папу Юра зовут. Юра. Юра. У меня были такие знакомые. Юра. А что вы делаете здесь вообще? Срочно. Ну, это понятно. А в перерывах? Юра. Работаем, блядь. А где? На стройке, да? На какой-нибудь? На магазинах. Ну, все. Где папу. Понятно. Где папу. А что именно в Португалии? Потому что ты сколько здесь прожил? Я здесь нисколько, я в Испании два года. Хорошо. Дай фильм. Я здесь пять лет. На своем велосипеде. Посмотреть? Посмотрел? Нет еще. Хочешь поехать без колес? Без колеса. Нет еще, не посмотрел. Еще надо посмотреть. А ты посмотришь и туда поедешь без колес. Вот. Здесь, Юша, мы работаем. 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 На сегодня работаем. Помним. Дай, сначала. Не мне. Я только украинский, а вы русский. Я тоже. Я узнаваю русский. Первое. Тому-то рассказываешь о бортугазе. Потом ты говоришь о бортугазе. Потом ты говоришь о бортугазе. Ты помните. а вы же а вы где живете здесь же или нет не надо ему не надо говорить русским что его зовут вот так руй пускай представляется пара руссус ту с руй руссус украинянос ту с руй но ну понятно шо шо со мной ну естественно кляро я тебе его кому-то некрасива коза пара кмуте и реки ты надо саби и ториент у нас а минус сезиси кара карантин томасу минус и А ну-ка, скажи мне, дорогой, хлопчички, а что ты делаешь в Испании, в Италии? В Испании? Да? Да? Все? С Крыма? Да? А что ты приехал сюда? Потому что я в Крыму прожил 38 лет. Мне это не интересует, кто куда в Крыму живет и откуда это. Почему ты сюда приехал? Вот такова моя воля. Такая воля? Да. Вот я решил так. Спасибо. Культура первая. Естественно, конечно. Завтра вечером мы придем. Так я завтра вечером уже уеду. Я... Вот. Дальше? Я же не жить сюда. Мне вот раз, два и посмотрел и поехал. Я не понимаю, что он хочет. Я не понимаю, потому что он говорит украинский, но я не понимаю. Но я знаю, что он украинский и русский, и я не понимаю, что он хочет мне сказать. Я не знаю, что он хочет мне сказать. Да, ладно. Я не забываю. Слушай, со мной ты в порядке, что ничего не происходит. Мы... Алекс, ты в доме. Если нужно что-то, ты мне скажешь? Не-не-не-не. Я хочу... Хочу... Д眠ать. Да, отдохнуть. Дохнуть. И на в час в час в час в час в час хочу увидеть Лизбово и Cabо-де-Рока. Слушай, я хочу увидеть Назаре. Очень красивая плавка. Очень красивая плавка. Плаць, как это в портусском языке? Плаць. Плаць, да. Да, Плата. На НАЗАДЕ есть самые большие сонды в мире, знаешь? Сонды около 30 метров, знаешь? И там идут все серфисты. Да! Я хочу видеть сонды 3. Да! Ты был в НАЗАРЕ? Да, в Португал я иду. Назарей, в Норте, в Норте... В Норте, в Португал или в Норте, в Португал? В Норте, в Португал. В Гимаренж, Брага, Порто, в Трассисмонте, и там, знаешь? Там ехать очень хорошо, и... Люди с другими людьми в Союз. В Португаля есть Аленте, Алгарве, Стубал, Это другое, климат, comida, вода, и все, люди, все очень другое, как в Испании. Да, в Валенции и в Мадриде. Нет, 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 Валенция и Мадрид... Да, да. В Нороде, немцы не очень интересные, не очень любые. Теперь, в Нороде, начнет очень холодные. И туалет? У туалет... Не туалет. Туалет... По-моему, за национальный лейтаж. А конечно! Не заходите, да? Простите там, на улице, да? Да, 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 по-моему. и это есть другие, это называется Коммунита, ВИД и ПАЗ, да, и построить Сентябрь и ВИД и ПАЗ, и люди, которые помогают И еще все люди, которые в дороге, и там все И каждый день? Да, да Эти каждый день Каждый день? Да Каждый день, они здесь? Да Не, 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 господин, спасибо Вы, вы, вы все время в горы, да? Да, да, все время Мать моя День 1, в днепр, 31 днепр Всего дня, 1 сентября до последнего конца. 56 команды, которые работают бесплатно. 56 команды, которые работают бесплатно, помогают людям. Мать моя! И есть еще одна команда, которая находится в саде, которая делает шанс. И есть еще одна команда, которая находится в саде, которая делает шансы, бутылки и все. И все. Мы приехали, мы приехали, мы приехали. И можно... Один? Да, 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 да. Это лит. 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 У тебя есть два бухгалтера. Один, наверное, с мантехом. И один, наверное, с мантехом. Да, с jamоном. Спасибо. Можно ли, можно ли, можно ли? Да, конечно. Мы там здесь и сочетесь, чтобы... Я сейчас, когда... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас живу в Санкт-Петербурге 2 года. Я не говорю портург. Я говорю, что ты пришел сегодня, пришел сегодня сюда. Ты пришел сюда из Спания. Я русский. Русский. Крым. Русский. Украинский. Хорошо. Паша в Украине. Глория в Украине. И ты оставили там? По руке. Все по руке. Если он утром, ты его оставили там, на улице. Если ты будешь утром, ты будешь утром. Когда ты будешь утром, ты будешь утром. Да. И этот парень, который живет здесь, он не имеет 25 евро в магазине. Как это может быть? 25 парень, парень. Этот парень, он асиатичный. И когда я пришел сюда, он уже был там, ты знаешь? Это кто такой? И он уже был там. Я уже не понимал очень хорошо его жизнь. Есть люди, которые... Есть один индийский, и там не приходят в день и ночи. Всегда в магазине. В магазине. Ждем. Но я вижу, что все хорошие магазины. О, это мой. Мне очень многоlaf 대ater. Выдивите, ל-на-от겠죠. Questo отç flavours там, в этой магазине. Ещё внизу не вышел. Да. Эй, эти dissectушки не вышел из… Не вышел вов traces. В моейfficiency не вышел. там, весь день, , и все шлаки. И всё. В зернах наauftragоне и robotic аmath IU. Ну, не вышел. Да! Не вышел, Солнце, холодное, что ты делаешь, он не выйдет Он спрямлял, там, на фронте, знаешь, у него есть диск Я спрямлялся на земле Спрямлялся на земле? А, да, на земле И мой друг, мой друг, он там живет Джилл Он спрямлялся на земле И Джилл сказал «Ой, ты везешь, я у тебя в магазине, что это?» Я даю тебе в магазине и ты будешь там И он никогда не вышел там Мать Короче говоря, вот это булка с маслом Вы понимаете, до какой жизни мы докатились? Что мне Руй переводят с португальского на испанский То есть, это вообще-то, это просто невероятно Короче, у него сын 16 лет А живет он вот в этом городе, с которого мы с вами переезжали Алмеда или Алмеда или Армеда Ну, вот с этого, с которого у нас паромчик был А маме его 70 лет И вот его сын живет с бабкой Да У него два брата и две сестры То есть, у него их всего пятеро Он говорит, одна в Бразилии живет, одна в Англии Вот Я ему говорю, слушай, ну как так, что тебе негде жить? Он говорит, ну вот так вот в Бразилии я побыл две недели или три Он говорит, все, все, все Я сказал, не-не-не, я поеду в Португалию Прекрасно говорит по-испански Прекрасно, четко, идеально вообще все Сабес вот это вот постоянно у него вот это вот Ну, то есть, типа, знаешь, типа, понял, понятно Вот такое, ну, вообще, то есть Он говорит, только он себя представляет не как руй, где у него написано руй, а как хуй Он говорит, он говорит, меня зовут хуй Но он это говорит, вот хуй, вот один в один, как хуй То есть он поставит, меня зовут хуй Я говорю, ты слушай, да как? В общем, это не матюк, я это оставлю, чтобы было понятно, что человека зовут руй Но говорит он как хуй Вот так вот, как на французский манер, что ли Он говорит, полиция нас не трогает, мало того, говорит, все знают, что мы живем здесь Ну, ну, вы видели, как еду подвозят Я, кстати, съел и булочку, и с этим, и с этим, и молоком запил Он говорит, хочешь там что-то еще? Я говорю, нет, ну, я-то могу сейчас много что съесть Вы же понимаете, просто смысл-то и толку Вот, украинцы эти, дядя Вася, по-моему, и Юрчик пошли куда-то Я говорю, Ру, а где они живут? Он говорит, я так и не понял, но там где-то чуть подальше Ну, здесь, в общем, они тоже отсюда Да, люди живут на улице, у всех как бы свои причины Это люди, причем он вот абсолютно нормальный, приятный в общении, знает отлично испанский, португальский Ну, португальский это его родной, испанский знает отлично Ну, вы же слышали, как он мне с португальского переводит на испанский Это вообще, это просто невероятно Все, сейчас спать и завтра, я надеюсь, Кабо де Рока и рванем наверх Потому что уже и силы и вообще, а там потом посмотрим А, я еще у него узнаю за Португалию, говорю, слушай, ну вот люди, говорю, не такие, как в Испании Он говорит, да, 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 конечно, люди более такие простые И он говорит, и вообще, говорит, Испания, она такая Такое слово он сказал, я не помню как, но типа она позади немножечко Ретросадо, что-то такое, тетрас, в общем, как-то вот позади Типа у нее нету ни возможности, ни денег особо вот это вот развиваться у Португалии Ну, слушайте, да, действительно видно, что страна там не супер там как-то себя выпячивает И грязь кое-где есть, и дорожки простые, я имею в виду по покрытию В целом, вот природа и вообще, такое, нарослабончики еще больше Еще больше наросла, нарослабончики Все, народ, я спать, потому что крутить завтра Кстати, мы за сегодня там в 60 крутанули, худо-бедно Ноги комарами искусаны, я их вот просто вот трогаю, но это они вообще, они вот все вот в волдырях, в шишках Просто все ноги, полностью, тотально